Итак, как вы знаете, во время своего последнего приезда в Москву я побывала в гостях в российском представительстве марки Доктор Хаушка и пообщалась не только с менеджером по развитию марки Мариной, но и с официальным косметологом марки Доктор Хаушка Ларисой, которая провела на мне несколько процедур по уходу за кожей лица Доктор Хаушка, а также поделилась своими секретами. А что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать очищение. Начнем мы с вечернего очищения, так как вечером мы применяем очищающее молочко. Очищающее молочко применяется для того, чтобы снять только декоративную косметику или для кожи, которая очень чувствительна. Как оно применяется, я сейчас покажу на Кате. Если у вас макияж и на глазах, и на лице, то первое мы снимаем это макияж с глаз. Итак, для того, чтобы снять макияж с глаз, нам понадобятся два диска. Для лучшей сорбции его с очищающим молочком мы их смачиваем. На каждый диск мы делаем один клик очищающего молочка. Между собой его разносим, чтобы он попал у нас на весь диск. И наносим на глаза. И надо обязательно подержать хотя бы с полминуты, с минуты, для того, чтобы начался процесс сорбции грязи на диске. Какие-то легкие массажные движения нужно делать? Вот такие чуть-чуть обычно рекомендуют? Не нужно тереть, потому что после того, как мы через минуту вот так вот аккуратненько снимем одним движением, у нас на дисках должно быть послойно сначала тушь, потом тени и, например, карандаш для глаз. Поэтому тереть мы ни в коем случае не будем. Мы сделали очищение глаз, теперь мы приступаем к очищению лица. Для этого нам понадобится вода. В данном случае у Катерины у нее чувствительная кожа, поэтому ей рекомендуется только теплая вода. А так можно для нормальной сухой жирной кожи применять горячую воду ближе к кипятку. Для этого нужно дома, если мы будем делать, мы умываем лицо. Для Катерины я приготовила такой вот компресс. Это биохлопок. И мы добавим в воду нашу добавку для ванны. Она мурлаванда называется. Это лаванда с торфом. Мы добавляем ее в воду для того, чтобы водичка была более мягкая. И идет еще плюс к этому расслабление кожи. Итак, мы добавили добавку для ванны, водичку. Взяли компресс. И наносим его на лицо. Это делается в косметическом кабинете. Дома вы можете просто умыть лицо водой. Очень приятно. Достаточно одного раза мы смочили лицо. Теперь мы берем очищающее молочко, выдавливаем два клика. Можно его чуть-чуть также разбавить с водичкой. И у вас получается вот такая вот однородная, как мыло похоже. И теперь мы очищающее молочко наносим плавными движениями. Все движения у нас делаются сверху вниз, от середины к периферии. И также мягкими движениями мы будем снимать эту декоративную косметику с лица. То есть молочко мы наносим именно на влажное лицо, а не на сухое. Да. Потому что тоже часто почему-то на сухое. Но я сама часто не сильно приятная будет. Да, я делаю именно на сухое лицо. И вот такими плавными движениями. Как вы будете делать дома? То же самое, как вы умываетесь мылом. Такими плавными движениями сверху вниз. Это можно повторить два раза. Мы нанесли очищающее молочко, теперь мы его должны смыть. Вы в домашних условиях его смываете, просто берете водой, умываете, как мыло с лица, например. В моем случае для Кати это будет удобнее сделать вот такими нашими специальными спонжиками для лица. В принципе, дома тоже можно сделать. Мы их смачиваем, отжимаем. И такими длинными, спокойными, мягкими движениями. Вот, чтобы убедиться, мы смываем наш тональный крем или пудру. Если у вас чувствительная кожа, то вы можете просто умыть лицо теплой водой и вытереть полотенцем. Но не вытереть, а именно промокнуть. А если у вас нормальная кожа или, например, жирная кожа, то было бы очень хорошо, после того, как вы смыли очищающее молочко теплым, даже чуть горячей водой, для того, чтобы закрыть поры и кровь наша приливала к лицу, чтобы был такой здоровый цвет лица, то очень хорошо будет, если вы еще умоетесь прохладной ладой. Для контраста, такой контрастный для кожи. Да, да. Мы продолжаем вечернее очищение. И вот мы сейчас применяли очищающее молочко. Оно применяется только для того, чтобы снять декоративную косметику. Но для того, чтобы нам правильно подготовить кожу к вечернему уходу, чтобы очистить поры, самое главное, чтобы очистить нашу кожу от пыли, грязи, от внешних факторов, обязательно нужно применять очищающий крем. Это у меня большая упаковка для косметологов. У вас будет 50 мл, если вы купите его. Самое главное, как его наносить, потому что 90% кто покупает и знакомится с этим продуктом, наносит его неправильно. Сейчас я вам покажу, как правильно наносить это средство. На катерине, в принципе, если вы будете правильным пользоваться, это 95-100% успеха, то что у вас будет отличное очищение. Итак, когда вы будете наносить очищающий крем дома, после очищающего молочка вы умываетесь, и на влажное лицо его нужно нанести таким образом. Вы выдавливаете на ладошку из тубы, сантиметров полтора-два. Добавляете водичку и смешиваете его. И у вас получается вот такая вот кашица. Вторую руку вы смачиваете. Вот мне удобно всегда это делать, я показываю так же. Вы прислоняете к ладошке второй и весь очищающий крем разносите по рукам. Далее вы также наносите очищающий крем. Первое движение это только нанести его сверху вниз от середины периферии. Наносится вот таким образом, плавными движениями. Вы его наносите на все лицо. Можно наносить на шею и на область декольте. Далее мы смачиваем руки, чтобы они были влажные, но чтобы с них не текло. И этими же движениями мы также проделываем наше очищение. И у вас должно быть такое как бы причмокивание. А у марки Доктор Хаушко только один продукт по очищению лица, да? Да. Это не гель, это именно вот этот вот. Только один наш продукт, очищающий крем, это наш The Best. И он подходит? Он подходит для любого состояния кожи. И еще раз мы смачиваем ручки и проходим. Там, где у вас проблемные зоны, например, повышенная жирность лба, носа или много черных точек на носу, эти места мы прорабатываем вдвойне. Просто активно здесь вот проходим. Насколько достаточно этого очищения? Потому что у меня иногда, ну, возможно, мне не ошибочно, но создается впечатление, что крем настолько мягкий, что там какое-то тщательное очищение. Вот глубинное справиться, допустим, с жирной комбинированной кожей. В регулярном применении ему может быть непросто. Ну, для кожи я считаю, что это достаточно, потому что мы его применяем и утром, и вечером. Для активного такого сильного применения для кожи мы рекомендуем все-таки очищающую маску, которую можно делать для жирной кожи, например, два раза в неделю. Поэтому вот для ежедневного очищения это нормально, это достаточно. После того, как мы очистили лицо, мы смываем очищающий крем водой. Дома мы просто умываем лицо. Также можно сполоснуть прохладной водой. И для удобства, чтобы все-таки не травмировать, не тереть кожу, мы берем чистенько полотенце и просто промокаем. Просто промокаем, убираем капли. Дальше мы берем тоник для лица. В домашних условиях у нас сделан пульверизатор, очень удобно. Вы наносите на расстоянии 4-5 клика на все лицо, закрыв глаза. Для Екатерины я нанесу руками. Правильно я как? Руками или непосредственно? Это только косметолог делает руками, чтобы вот сейчас закрытые глаза. Давайте я могу нанести, просто это немножко как бы клиент пугает, когда она спит. Вот, поэтому удобнее дома нанести руками, никакие диски, потому что очень жалко все эти средства, наносятся в диски, и из диска потом уже ничего там толком не остается, чтобы нанести на лицо. Поэтому вы наносите, распыляете на все лицо 4-5 клика, и также можете просто прижать, чтобы у вас каждая частичка тоника, каждое лекарственное средство, которое там находится, попало в вашу клеточку. А в Доктор Хаушек два тоника, да? Два тоника. Один тоник для нормальной, сухой и чувствительной кожи, а второй тоник для проблемной кожи. Вечерний уход у нас заканчивается сывороткой для ночного ухода. И я здесь небольшой секрет открою, может быть, кто-то не знает, обычно тоже ей неправильно пользуются. Сыворотка наносится только на влажную кожу от тоника, потому что ее гелевая текстура, она сама по себе подразумевает, стягивание. Если мы нанесем ее на сухую кожу, она будет стягивать кожу. Это будет очень удобно. Это во-первых. А во-вторых, на влажную кожу ее меньше нужно. И вот такой небольшой тюбик, который всего лишь 25 мл, он рассчитан на 80 применений. Обратите на это внимание, я вот выдавливаю немножечко, и вот этого должно хватить на все лицо. Мы его разносим аккуратно между пальцем и также наносим сверху вниз. А сыворотка это новый? Начиная сыворотка это новый? Начиная сыворотка это у нас продукт, который буквально на рынке у нас около года. Он уже занял много премий на разных выставках, поэтому это наша гордость. Вот сейчас немножко все равно, да, уже, потому что тоник у нас впитался. И для того, чтобы если вы нанесли и все равно почувствовали, что стягивает, то сверху можно нанести еще раз немножко тоника. Что вот мы сейчас и сделаем. Лариса, скажите, пожалуйста, данную сыворотку, ее ежевечение можно наносить? Либо несколько раз в неделю или каким-то курсом? Наша сыворотка для ночного ухода, она также может применяться, во-первых, для любого состояния кожи, что это молодая кожа, что взрослая. Ее применяются или курсами, также вот если она рассчитана на 80 применений, вы можете ей пользоваться где-то 2,5 месяца. Потом перейти просто, вечерний уход оставить без сыворотки, просто пользоваться тоником. Или же заменить вечерний уход на ампулы. Поэтому ее можно и вот как, как уже сказала, 2,5 месяца, потом перестать пользоваться. Как вы чувствуете, что к зиме, например, не хватает влаги, то можно добавить вот ее в вечерний уход. Мы сейчас показали вам фрагмент вечернего очищения. Дневное очищение у нас немножко отличается тем, что вместо сыворотки для ночного ухода мы применяем дневной крем. Крем для кожи вокруг глаз и крем для лица. Еще раз напомню, что мы применяем с утра. Единственное, что у нас еще с утра убирается очищающее молочко. Оно может применяться как очищение только для чувствительной кожи. Итак, утром после того, как мы умоемся, мы наносим очищающий крем. Далее после очищающего крема мы применяем тоник. И после тоника мы наносим наш дневной крем и крем для кожи вокруг глаз. В данном случае я порекомендовала бы Екатерине немножко смиксовать. Это делает только косметолог. Я люблю это делать. Я бы порекомендовала сейчас на данное состояние ее кожи смешать, например, восстанавливающую маску с маслом для лица. Для этого я беру восстанавливающую маску. Она такая зелененькая цвета. Она сделана была на основе противорубцового крема. Как раз для того, чтобы убирать уплотнение после акне. Это один из бестселлеров марки. Я сама его нежно люблю. Нам Марина рассказывала, что тоже его очень-очень люблю. Но на самом деле это действенная маска. И даже если вы просто кому-то хотите сделать приятное и хотите что-то подарить, если возьмете восстанавливающую маску, это будет беспроигрышный вариант. Она универсальна. И выдавливаю немножко маски, добавляя сюда одну-две капельки масла. Масло является еще одним из моих любимейших продуктов от вашей марки. И размешиваю. Вы видите, масло смешалось так, что его не видно совсем. То есть, в принципе, продукты марки очень хорошо комбинируются. Они комбинируются между собой. Можно смешивать крема, можно смешивать маски, масла. Но единственное, что все секреты знает только косметолог. После того, как мы смешали два средства восстанавливающие маску и масло, мы наносим его на лицо. Еще раз повторю, это дневной уход вместо сыворотки, после тоника. Также мы наносим крем. Маска наносится тонким слоем вместо крема. Сверху вниз. От середины к периферии. Так течет лимфа. Заодно мы даем отток лимфе, чтобы у нас не скапливала жидкость и не было отечности под глазами. Такими движениями. Много не надо. Здесь достаточно того, что уже средства у нас подействуют. И все лицо у нас будет защищено. Особенно вот эту маску я рекомендую на сейчас, на летний период, так как в ней содержатся природные масла, которые являются природными защитниками УФ-фильтров. И поэтому она будет вдвойне работать, защищать и в то же время ухаживать за кожей в летний период. Лариса, скажите, пожалуйста, а можно ли данный состав использовать в качестве не только увлажняющего дневного крема, но и в качестве базы под макияж? Потому что, как правило, современные женщины после утреннего ухода переходят к нанесению макияжа. Да, вот видите, в принципе, мы даже нанесли масло и крем. Вот как чувствует ваша кожа? Кожа очень легко себя чувствует. Питалась, да? Питался крем. Поэтому после любого дневного крема, ну, через какое-то время, как чувствуете, что он питается, можно сразу пользоваться декоративной косметикой и выходить на улицу. Спасибо вам большое за процедуру, спасибо и за ту информацию полезную, которую вы мне рассказали, и за ваши руки волшебные. Я знаю, что вы в своем центре проводите еще какую-то потрясающую двухчасовую процедуру от марки «Доктор Хаушко». Можно немножко подробнее об этом? Да, помимо дневного ухода и вечернего ухода домашнего, конечно, хорошо бы еще пойти на прием к косметологу. У нас эти процедуры есть не только в Москве, но еще и в 12 городах России, где вы можете увидеть на сайте адреса наших косметологов. У нас есть много программ, но я считаю, что вот как бы как знакомство с нашей маркой, которая раскрывает нашу философию в уходе, это классический уход, который рассчитан на два часа. Начинается он необычно очень, не как во всех марках, начинается он с ваночки для ног. Для того, чтобы клиентка могла согреться, расслабиться. И после этого полчасовое расслабление продолжается с телом, работа с телом. После того, как мы уже расслабили полностью, клиентка раскрылась, доверилась косметологу, у нас начинается процедура очищения. Проводится процедура теми же средствами, что вы используете дома, но навыки и умения косметолога приносят в них еще большие результаты, скажем так. Дальше после очищения у нас идет процедура лимфостимуляции. У нас нет массажа, у нас так тоже необычно, как не во всех классических косметологиях. Лимфостимуляция – это работа кистями, руками, по лицу. После лимфостимуляции мы ухаживаем за кожей нашими масками. Во время масочки мы делаем уход за зоной декольте. И в течение всей процедуры получается такая тоже ароматерапия, потому что мы используем горячие компрессы практически постоянно. На лицо, на декольте, на шею. Поэтому вот эти запахи, и это получается такой вдвойне еще приятный, помимо того, что мы с кожей работаем, вот, и еще ароматерапию такую получаем. Вся стресс такой. Да, да. И вся процедура, она занимает, как я уже сказала, 2 часа. И, представляете, за 2 часа мы наносим около 17 средств. Так что каждая частичка вашего тела получает такое внимание, доктор Хаушке. Это и руки, и ноги, и голова, и лицо, все, и декольте. После процедуры я всегда дарю зеркало сразу же клиентке для того, чтобы она могла посмотреть на себя невооруженным глазом. Обычно все клиенты могут в эти 2 часа и вздремнуть. Но получается такое вот состояние, знаете, как заново рожденное. Это видно не только на коже, но это ощущается и еще тело. Ноги становятся легче. И само такое состояние легкости. Вот, поэтому вот я приглашаю на эту процедуру. Я приглашаю вас всех для того, чтобы пережить вот это состояние. Вот, и понять, как вот настолько, насколько вот мы нуждаемся в этих телесных контактах. Именно себе уделить внимание и время. Спасибо большое. Спасибо.